Мы уже с нетерпением и с надеждой ожидаем того момента, когда мы сможем все вместе встретиться и пообщаться лицом к лицу. Я знаю, что многие из вас устали. Это слышно в ваших голосах, это звучит в ваших устах, когда мы беседуем по телефону или через Zoom. Поэтому мне просто хотелось бы сейчас с вами рядом присесть, даже некоторых из вас крепко обнять и просто помолиться или даже молча посидеть рядом. И в такой момент, я верю, наступит, надеюсь, наступит. И сегодняшнее слово, Писание, которое мы с вами будем читать, оно как нельзя кстати подходит под наши обстоятельства и нашу ситуацию. Сегодня наш мир, в особенности молодое поколение, увлечены различными супергероями. Даже наш последний церковный детский выезд был посвящен этой тематике. Но в действительности истории реальных людей намного более интересны и поучительны. И главное, они даже в чем-то воспроизводимы. Но в конце концов, я точно не буду прыгать по зданию Москва-Сити как Человек-паук. И я не смогу поднять памятник Петру Первому как Супермен. Но изучая и размышляя и читая истории реальных людей, я могу задуматься о жизни своей, о своем характере, о своих решениях, благодаря тому, что это реальные люди. И вот пара таких историй, полезных историй. Начало жизни человека по имени Томас Эдисон, казалось, было совсем бесперспективным. Он родился в большой семье. Он был младшим ребенком в этой семье. Отец его был торговцем, который к тому моменту, когда на свет появился Томас, растратил все свои небольшие накопления. Более того, когда Томас пошел в школу, то через четыре месяца его выставили за дверь, назвав безмозглым тупицей. Он оказался дома. У родителей не было денег, чтобы покупать ему игрушки, не было денег, чтобы нанять ему какого-то частного преподавателя. Поэтому Томас был предоставлен сам себе. И он стал мастерить игрушки. К десяти годам он сумел сделать себе сам железную дорогу и лесопилку. В 12 лет он начал продавать яблоки в пассажирских вагонах, поездах. Он настолько преуспел в этом деле, что ему даже разрешили заняться самым любимым делом, которое он любил делать больше всего, куда он вкладывал все свои заработанные деньги. Заняться химией, построив прямо в одном из вагонов небольшую лабораторию для своих химических опытов. Через какое-то время случилось несчастье, и подошел пожар в вагон, и вся его лаборатория сгорела, а сам Томас выпал, упал очень сильно на землю, так что от сильного удара лишился слуха. Но он не отчаялся. Он продолжил изобретать. И мы все знаем имя этого человека по причине лампы накаливания. На одном специальном собрании, посвященном его достижениям, один молодой журналист спросил его, как чувствовать себя, что ты сделал 1999 неудачных опытов, когда только 2000-й дал результат, на что Томас ему ответил. Молодой человек, я ни разу не ошибся. Я, напротив, изобрел 1999 способов того, как не надо делать лампочки. Вот сегодня имя этого настойчивого, целеустремленного изобретателя хорошо известно многим людям на планете, и в конце концов все мы пользуемся его достижением. А вот история еще одного человека, знаменитого художника по имени Винсент Ван Гог. Как известно, он начал писать свои картины, произведения за 10 лет до своей смерти. В 1937 году он своей жизни совершил самоубийство. Он был весьма плодовитым художником. Он произвел на свет 2100 произведений. Но вот что не все знают, только 14 он смог продать при своей жизни, причем только одно произведение за более-менее хорошую цену. Им оказалось, что его труды никому не нужны, и все его усилия напрасны. Он подал все более глубокую депрессию и отчаянию, и отчаяния так, что в конечном итоге совершает самоубийство. Через три года после его смерти критики, художники, коллекторы, искусствоведы стали говорить, что это был самый выдающийся художник. И его произведения оцениваются сегодня в сотни тысяч долларов. Трудно сказать, что послужило такому особому интересу, его ли смерть или, в действительности, его талант, но мы можем сказать смело, его работы оказали сильнейшее влияние на живопись XX века. Ему нужно было подождать всего лишь навсего несколько лет, чтобы видеть свой успех. Знаете, когда читаешь истории разных исторических личностей, то нередко замечаешь, что некоторым из них не хватило совсем чуть-чуть, совсем немного, чтобы видеть свой успех, увидеть свою победу. Многие из них отступали или поворачивались назад, прямо находясь совсем близко к желаемому, к тому, к чему они стремились. И только немногие своей настойчивостью, дисциплиной, посвященностью, целеустремленностью двигались вперед вопреки всему и побеждали. Вот сейчас, в этот момент, можно было бы сказать, подобно многим мотиваторам, никогда не сдавайся. И мне нужно еще добавить пару-тройку таких вот историй успеха, достижений, чтобы побудить всех нас, кто слушает, двигаться к заветной цели. Но тогда бы это не была проповедь Божьего Слова. Это была бы обычная человеческая мудрость. Какой бы приятной, какой бы привлекательной она ни казалась нам. Да и сама наша жизнь, она преисполнена историями поражений и неудач. Даже тех, кто не сдавался, даже тех, кто не опускал руки, кто пытался двигаться вперед. Также история человечества полна победителями, но которые ради цели жертвовали всем, включая своих друзей, родных, близких, отношения. Так что, добиваясь желанного, они теряли слишком много. Более того, мы не можем пойти на поводу такой человеческой психологии, позитивной психологии или человеческой мотивации. Уставшие сердца нуждаются в чем-то большем, в чем-то настоящем, в чем-то реальном, в чем-то большее, чем просто пустые наивные слова, ну, вроде того, что «не переживай, все будет хорошо», или «думай о хорошем», «мысли позитивно». Им нужны не какие-то бесплодные ободрения, которые нередко вгоняют только в большую тоску, печаль, депрессию или отчаяние. Например, «посмотри на нее» или «посмотри на него», «смотри, двигайся дальше, и у тебя все тоже получится». Но ты уже столько раз пытался, ты уже столько раз старался, надеялся. Сил больше нет. Сил нет даже мечтать. Почему мы утомляемся? Почему мы устаем? Ну, во-первых, мы люди. Это значит, что у нас просто ограниченные ресурсы. Даже когда мы занимаемся любимым делом, оно все равно нам приедается. Мы все равно от него устанем, даже физически, в конце концов. Можем устать душой. Мы люди, поэтому нам всегда что-то надоедает. Во-вторых, мы быстро устаем, если занимаемся нелюбимым делом. У нас уже нет внутренней мотивации, драйва, побуждения, вдохновения. Мы быстро останавливаемся, когда занимаемся нежеланным делом. И, в-третьих, мы устаем душой, когда не видим ожидаемого результата. Мы вкладываемся, мы стараемся, мы прилагаем усилия, а толку совсем мало, либо вообще никакого. И мы готовы опустить руки. Мы готовы впасть в отчаяние. Мы готовы сдаться. Мы готовы разочароваться. Если это связано с какими-то людьми, то мы можем отвернуться от них, поругаться с ними, уйти от них. Они напоминают нам о нашем поражении, о нашей боли. Они кажутся нам причиной нашего неуспеха. Существует еще много различных причин, почему мы можем уставать телом и душою. Но уверен, что большинство из нас признается, что мы порядком подустали от режима самоизоляции. Столько ограничений, столько трудностей, такое долгое сидение в четырех стенах, бесконечный интернет, уже так много посмотрели, так много послушали, так много почитали, уже во что мы только не переиграли. Все порядком поднадоело, и мы достаточно подустали. Какое слово нужно сказать таким людям? Какое утешение принести уставшим и отчаявшимся, разочаровавшимся и опустившим свои руки, утомившимся и скучающим по высвобождению? В Библии, Божьем Слове, есть ответ. Настоящий, реальный ответ. И мы сегодня с вами будем читать это слово. Я приглашаю вас сейчас взять в вашей Библии или открыть Библии на ваших девайсах на прекрасной книге. Это послание апостола Павла к Галатам. Послание апостола Павла к Галатам. Самый конец. Самый конец. Мы открываем это удивительное слово и читаем из шестой главы. Мы с вами прочитаем буквально несколько стихов. Седьмого стиха. Приглашаю вас всех встать в знак благодарности Богу и почтения Ему за Его Слово и за Его величие. И прочитаем этот текст. Не обманывайтесь. И мы коротко помолимся давайте. Господи, мы прочитали Твое Слово. Оно очень понятное, одновременно очень глубокое. И мы нуждаемся в Твоей помощи сейчас. Разуметь Его лучше. Видеть, как воплотить Его в нашей жизни. Помоги нам через Него посмотреть на свои сердца, на свою жизнь. И дай нам благодати насладиться плодами применения Святого Слова в нашей жизни. Помоги нам в этом, Господь. И благослови нас во время этой проповеди. Слышай Твой голос к нам. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Дорогие, занимайте свои места поудобнее. Кому нужно, наливайте чай или кофе, или просто воду. Так, чтобы приготовиться к этому прекрасному забегу изучения Божьего Слова. По сути, в этом тексте есть призыв. Никогда не сдавайся. Но у него есть особый фундамент. Он укоренен не в человеческой мотивации. Не в наших амбициях, не в наших мечтах, не нашей ненависти, не в нашей гордыне. Это точно не призыв к какому-то стоическому равнодушию или такой-то твердости человеческой. Не точно в самоуверенности. Не точно в надменности. И он больше, чем призыв. Этот текст помогает нам не просто не ослабность, не просто не впасть в отчаяние, не опустить руки. Он дает нам причину. Совсем другую причину, чтобы мы этого не сделали. Павел здесь нам открывает один удивительный секрет. Он показывает, что духовные люди будут правильно инвестировать свою жизнь, или, точнее сказать, инвестировать свою жизнь. Они будут вкладывать ее в верные, полезные, правильные вещи. В сущности, они будут сеять в дух. Эту фразу, которую здесь он пишет. Они будут жить в соответствии со своим христианским призванием. Они будут творить добро. И поэтому у них есть надежда. Надежда не на людей, не на обстоятельства, не на безликую судьбу, не на государство, не на себя. Их надежда связана с Богом. Их радость не зависит от текущих процессов. Они видят и смотрят дальше. Их удовлетворение намного больше, чем видимый временный успех. Давайте послушаем апостола. Его слово для утомленных можно разбить на три элемента. Вразумление, ободрение и наставление. Итак, вразумление. Это из стихи 7 и 8. По сути, он говорит здесь «Правильно сейте, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Он начинает этот отрывок, полный ободрения и актуального наставления совсем неожиданно, с разумления, или даже, я бы сказал, с предупреждения. Он здесь говорит своим читателям «Не обманывайте сами себя». Причем фраза «не обманывайтесь» буквально переводится так «Прекратите обманывать сами себя». То есть они сейчас, галаты прямо сейчас этим занимались. И Павел им говорит «прекратите». Он же писал им раньше в этом послании о различных их самообманных, которые присутствовали в их общении. Но вот в нашем отрывке апостол говорит о конкретном самообмане верующих. Он заключается в том, что ты можешь жить на поводу своей плоти, греховной плоти, и думаешь, что тебе все это сойдет с рук. Или ты поступаешь по плоти, а ожидаешь Божьих благословений. Павел ясно предостерегает от пренебрежительного отношения к Богу, используя такой красочный язык. «Будь уверен», — говорит апостол, «ты пожнешь соответствующие плоды своих деяний и своего отношения. Если ты пренебрегаешь Богом и Божьим, то знай, это оскорбление Бога. Это не игра. Это не останется без последствий». Галаты минимум обманывали себя относительно трех вещей. Во-первых, реальности закона сеяния и жатвы, а следовательно, относительно своего настоящего духовного состояния и Божьего справедливого воздаяния. И нам следует посмотреть на этот закон чуть более внимательным, чтобы самим не оказаться в подобном самообмане, потому что последствия его весьма плачевны. Смотрите, сначала в стихе седьмом апостол говорит нам или объясняет нам, напоминает нам Божий закон, что посеет человек, то и пожнет. Известный французский ученый Луи Пастер еще в XIX веке доказал, что не существует такого понятия, как спонтанное самозарождение. Ничто не рождается само по себе. Каждый результат имеет соответствующую причину. Это закон природы, закон вещей, установленный творцом самых первых дней творения. И здесь как минимум пару моментов, которые следует отметить. Во-первых, ничего не происходит без усилий. Мы даже слышим народную мудрость «без труда не вытянешь и рыбку из пруда». Это важное следствие закона сеяния и жатвы. Ничего плохого и ничего хорошего само собой не происходит. Павел говорит о том, что мы пожинаем то, что сеяли. И это крайне важно услышать, проанализировать, понять и принять. Потому что этот закон помогает нам честно взглянуть на свою жизнь, христианскую жизнь, на свою семейную жизнь, на свою работу, на все то, что мы делаем или сделали, на наши мечты, на наши ожидания. Во-вторых, мы не можем отменить Божий закон, апостол так и говорит, не обманывайтесь, Бог по ругаем не бывает. Человек пожинает то, что сеет. Мы не можем посеять одно, а ожидать совсем другого. Мы точно пожинаем и собираем урожай, который посеяли в своей жизни. Но вот люди, которые попали в свой самообман, они надеются и ожидают получить совсем другое. Но если говорить образно, ты посадил картошку, а хочешь собрать урожай арбузов, это невозможно. Такие люди, живущие в самообмане, унижают свою жену, а хотят пожать ее теплоту и нежность. Они хотят мало работать, но много получать. Они хотят лениться в школе или на учебе, в УЗИ, но иметь отличные отметки. они хотят пренебрегать людьми, но желают, чтобы все их уважали. И этот список можно продолжить. Ты не можешь действовать без последствий, говорит апостол. Почему? Есть закон, Божий закон, закон природы, закон, который Бог уставил с самого начала времен. Что посеет человек, то и пожнет. В-третьих, а этого уже нет в нашем тексте, но это вполне законное напоминание, ты пожинаешь больше, чем посеял. Сельское хозяйство пришло бы в упадок, если бы этот закон не действовал. В конце концов, если бы фермер посадил одну картошину, а потом через какое-то время ее выкопал, то он бы разорился. Именно поэтому сельское хозяйство развивается. Мы садим и собираем урожай. Иногда в 30, иногда в 60, иногда в 100 раз больше того, что посеяли. Но то же самое происходит и в нашей жизни. Это справедливо как для верующих, так и для неверующих. И, может быть, сегодня ты пожинаешь своей жизни плоды своих грехов и злых деяний, и они кажутся тебе такими большими. Урожай кажется таким удручающим и ужасным, но ведь ты его сам посеял. Поэтому пусть такой урожай побудит тебя не обвинять никого, не сетовать на судьбу, а обвинить себя и побежать к Богу с покаянием, запрощением, чтобы оставшееся время сеять разумное, доброе, вечное, чтобы пожать хорошие плоды. Иисус много раз говорил в Евангелиях о посеве и жатве. То, что люди посеяли в этой жизни, посеяли в своих сердцах, посеяли в чужих сердцах, они пожнут в этой жизни, а затем они столкнутся с справедливым Божьим судом, и они пожнут будущее жизни. Нельзя обмануть ни Бога, ни изменить Его законы. Если вы сеете нечестие, то не следует ждать благословения, но вы будете пожинать наказание и воздаяние. Если ты сеешь зло, то ты не получишь добро, но будешь жать зло. Это закон вещей, который следует помнить всем. Это то, чему Павел здесь учит церковь. Мы не можем обманывать себя, мы не можем насмехаться тем самым над Богом, Его законами, включая этот, ты пожнешь то, что посеял. Царь Давид, он согрешил против Бога, он предал своего товарища, он прелюбодействовал с чужою женою. Бог обличил его за такие злые деяния. Давид раскаялся, и Бог во многом помиловал его, но ему все равно пришлось частично заплатить цену за свои поступки. Долгое время он не знал ни мира, ни покоя своей семье. Мы не можем насмехаться над Богом, мы пожинаем то, что сеяли. И апостол Павел показывает нам дальше в следующем стихе духовное применение этого закона сеяния и жатвы. Смотрите, стих 8. «Сеющий плоть свою от плоти пожнет ленья, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Восьмой стих – это объяснение в сущности и применение этого закона. Причем, смотрите на повторяющиеся слова в этом стихе. Плоть и дух. А не помогает нам понять ход мыслей апостола. Он продолжает свой уже начатый предыдущей главе контраст между плотью и духом. Причем слово «дух» надо написать с большой буквой. Он говорит здесь про дух святой, а не про дух человеческий. Он начал этот контраст там, в пятой главе. Он побуждал своих читателей поступать по духу, чтобы не идти на поводу своей греховной плоти. Смотрите, стих 16, пятой главы. А в о людях, которые водятся духом, и поэтому они будут помогать восстановиться тем, которые упали, они будут носить бремена других. Сейчас же апостол снова показывает этот контраст жизни по плоти и жизни по духу. Смотрите в табличку. Тот, кто сеет плоть и тот, кто сеет дух. Это два разных человека. Тот, кто сеет плоть, он пожинает тление, а тот, кто сеял в дух, он пожинает жизнь вечную. И это жизнь по плоти первой. первый вариант, а второй это хождение в духе. И поэтому Павел призывает галактических верующих, не обманывайтесь, посмотрите правде в глаза, вспомните реальность закона сеяния и жатвы и напомните себе, что Бога невозможно перехитрить, Он не позволит, чтобы над ним засмехались, галаты, вы пожнете то, что сеете. А что они сеяли, как они обращались друг с другом? Из этого послания мы очень много видим, но даже просто пятая глава, смотрите, они кусали и пожирали друг друга. Пятая глава, пятнадцатый стих, смотрите, там написано, если же друг друга угрызаете и съедаете, угрызаете и съедаете, смотрите, какие у них были отношения, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Мы также читаем это послание, что они спорили, враждовали друг с другом и тем самым позорили Христа. Они также впали в законничество, вняв лукавым речам лжеучителей. Они придумывали всевозможные правила и человеческие проверки настоящей, как им казалось, духовности, навязывая их всем в церкви. Они отвернулись от Божьей благодати, они отвернулись от апостола, Павла, кто принес им слово спасения, кто был их духовным отцом вере. Они стали поступать по плоти, хотя это имело внешне видимое, кажется, благочестие и правильность. Суть в том, что в своих отношениях с Богом и с другими людьми галаты стали сеять плоть. Что такое сеять плоть? Апостол Павел помогает нам не потеряться в этом вопросе. Пятая глава, перелезините обратно туда, смотрите, самым, ближе к концу, стих девятнадцатый, мы прочитаем девятнадцатого. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идлослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Чуть ниже, стих два второй. Плод же Духа, Духа Святого, любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Брат мой, сестра моя, когда ты раздражаешься, кричишь, обижаешься, сердишься на кого-то, то ты точно сеешь плоть. Когда ты говоришь, о ком ты за его спиной, то ты сеешь плоть. Когда ты пользуешься кем-то ради своих интересов, то ты сеешь плоть. Когда ты убегаешь от подотчетности, то ты сеешь плоть. Когда ты смотришь бесконечные сериалы и фильмы или листаешь ленту, просто тупо листаешь ленту, то ты сеешь плоть. Кто-то сейчас подумал, я не тупо листаю ленту, я смотрю. Когда ты просто глупо смотришь ленту, то ты сеешь плоть. Когда ты не готовишься к воскресению, Когда ты поздно любишься спать, не готовишь свое сердце и тело, чтобы поклониться с Божьим народом Христу, то ты сеешь плоть. Потому что ты будешь рассеянный, ты будешь уставший, изможденный в воскресенье с утра. Когда ты унижаешь кого-то своими словами и своим тоном, то ты сеешь плоть. Когда ты проявляешь непослушание и неуважение, то ты сеешь плоть. Когда ты пренебрегаешь нуждающимися верующими, то ты сеешь плоть. Когда ты смотришь сомнительные фильмы, или играешь в подобного рода игры, или просматриваешь подобные ролики, то ты сеешь плоть. Когда у тебя есть время для всего, кроме молитвы и Божьего Слова, значит, ты сеешь плоть. Но! Когда ты добр и милости в другим, значит, ты сеешь дух. Когда ты решаешь проявлять добро к тем, которые проявляют тебе зло, то ты сеешь дух. Когда ты быстро просишь прощения и быстро прощаешь, то ты сеешь в дух. Когда ты ищешь брата, а не отворачиваешься от него, то ты сеешь в дух. Да, иногда процесс сеяния тяжел, труден, некомфортен. Но Бог обещает, что наступит день, он уже наступает день, когда ты пожнешь то, что посеял. Люди, которые сосредоточены на том, что здесь и сейчас, они обычно заняты сеянием в плоть. Они ищут немедленного удовлетворения, немедленного результата. Люди же, которые научились смотреть на все через перспективу вечности, небесную перспективу, обычно сеют в дух. Даже если это тяжелее, даже если идет вразрез с их чувствами и настроением, даже если это противоречит окружающей культуре, даже если это потребует заплатить серьезную цену, они все равно сеют дух и ожидают того дня, когда пожнут. Дорогой мой слушатель, позволь мне спросить тебя несколько вопросов, честных вопросов. Во что ты сеял на прошлой неделе? В плоть или в дух? А что ты скажешь о прошедшем лете? Сеял ли ты по духу или сеял ли ты по плоти? Например, проводил ли ты каждый день в молитве, потому что для тебя было важно развивать отношения с Господом, и ты понимал важное сеяние в дух? Было ли у тебя время для Божьего Слова, чтобы его сокрыть в своем сердце, потому что ты хотел сеять в дух? А как насчет вашего отношения к людям, которые вас окружают сейчас? Сейчас. Друзья, дорогие, мы уже долго сидим в самоизоляции. Если мы сеяли в дух, то мы уже сегодня должны начать пожинать многое из того, что мы посеяли. Но если же мы сеяли в плоть с людьми, которым мы находимся рядом, или наши сотрудники, товарищи, друзья, сеете ли вы сегодня в дух или сеете в плоть? Я вполне понимаю, что кто-то сейчас может сказать, ну, пастор, это порой так уместно, так правильно, так желанно, ну, все высказать этим людям, ну, им показать, что я про них думаю, указать им на все их промахи, ошибки, неправильные поступки. Это же справедливо, в конце концов, разразиться негодованием или критикой, объективной критикой. Они же это заслужили. Но услышите Павла, пожалуйста. Любой, кто так поступает, не думает о том, что однажды он пожнет. Это закон сеяния и жатвы. Он подобен мечу обоида острому. Он несет ободрение и пользу тем, которые сеют в дух, но он также должен испугать тех, которые сеют в плоть. Я не знаю, когда вы пожнете. Я не знаю, как вы пожнете. Я не знаю, каким образом Бог исполнит то, что обещал. Но в чем я уверен абсолютно? Бог точно даст нам пожать наш урожай того, что мы посеяли. Он сдержит свои обещания. Поэтому плодоносные люди знают секрет духовного инвестирования. Необходимо уповать на Бога и сеять в дух всегда, даже когда трудно и не хочется. Мы точно пожинаем то, что сеем в нашей жизни. Если мы сеем ленность, неверность, смехотворство, клевету, ссору, распри, гордость, эгоизм, похоть, непрощение, нечистоту, вред, критицизм, гнев, горечь, зависть, жадность, то именно это, и, вероятно, в большем объеме мы пожнем в своей жизни. И нас не спасет внешняя религиозность. Все это приводит к тлению. Там все сгнило на корню. Никакого хорошего вырожая не будет. Христианин должен отвергать всякое угождение своей греховной плоти, иначе он будет сеять в нее. Он не должен поддаваться искушениям, которые развратят его сердце, пойдут туда, куда ему не надо идти. Если он скажет, если ты скажешь, дорогой мой, ну это не так страшно, я вот маленько посмотрю там, я маленько сделаю это, но я потом быстренько вернусь, я потом перекрою это деяние многими добрыми делами. Дорогой мой, закон жатвы ними отменяется. Ты пожнешь то, что посеял. Ты пожнешь то, что посеял. Небольшое нечестие породит еще большее нечестие. Но вот христианин имеет привилегию сеять то, что угодно Духу Божьему. Сеять Дух, как говорит здесь апостол Павел, то есть поступать потому, что желает Господь. А как нам узнать, что Он желает? У нас есть Божье Слово, Писание, там написано, что желает Господь. Не то, что мое сердце мне подсказывает. Оно может ошибаться. А то, что говорит Божье Слово, безошибочное Слово. Христиане – это благословенные люди, которые знают, что сеют в своей жизни, и они пожнут это в последующей жизни. Посмотрите еще раз на эти слова в этом восьмом стихе. Тление и жизнь вечная. Это качественно разные жизни. Те, кто живут по плоти, их жизнь полна третворного и гнилого запаха. Понимаете? Они сеют такое вокруг себя, потому что такие плоды наполняют их сердце и душу. А те, которые сеют Дух, они будут испытывать качественно другую жизнь, как говорит Павел, вечную жизнь. Да, дорогие, было бы неверно понимать слова апостола Павла в этом тексте, как будто бы Павел учит о спасении по делам. Ну, вроде, делай добрые дела, и ты получишь жизнь вечную. Не об этом говорит Павел, это противоречило бы его и многим утверждениям в этом послании, и в других посланиях, где говорит о спасении по вере, по благодати Божией. Ну, вот что он здесь имеет в виду. Вечная жизнь – это больше, чем просто долгая продолжительная жизнь. Это качественно другая жизнь. Это жизнь, которая полна плода Духа Святого. Вот почему те, которые сеют в Дух и сеют в плоть, они отличаются друг от друга и по своим отношениям, по своему восприятию, по своим ориентирам, по своим ценностям, потому что их жизни качественно разные. Они сеют в разное, и плоды их жизни разные. Они уже при жизни испытывают, многие блага либо вот этой греховной, смертной, гнилой жизни, либо этой Божьей, от Духа Божия вечной жизни. Текст просто означает, что если мы вкладываем себя в дело Христа, проповедь Евангелия, Царство Божие, то мы пожнем то, что посеяли, жизнь вечную, здесь при жизни и там в небе. Такое сеяние покажет, чем живет мое сердце. И такое сеяние позволит мне испытать благо вечной жизни либо ужасные плоды третворного сеяния в плоть. Понимаете, можно посмотреть какой-нибудь, ну, не знаю, боевичок, испытать адреналин, увидев, как главный злодей получает воздаяние, и подумать, о, здорово, но все-таки не так плохо, отлично, какая-то справедливость есть. А можно читать Писание и увидеть, что это злодей в сущности я. Но Бог по своей милости наказал не меня, а отдал своего Сына за мои грехи. И принял меня, и установил меня, и дал мне свою благодать. И когда я это понимаю, мое сердце сокрушается, смиряется, я испытываю Божие вдохновение, я испытываю любовь, мое сердце испытывает благодарность, я начинаю жить совсем по-другому по отношению к окружающим меня людям. Да, я посеял либо в дух, либо в плоть. Выбор за тобой. Плоды тоже будут разные. Плод деяния совсем разный. Если ты близок к отчаянию, все равно инвестируй в дух, а не в плоть. Как сказал Иисус, должен всегда молиться и не унывать. Молись, не инвестируй в плоть, пожалуйста. Ты этим только приблизишь уныние и отчаяние и депрессию. Пусть Божия благодать обновит твое сердце сегодня, прямо сейчас и исцелит твою душу. Часто наше отчаяние это просто плод нашей неверной инвестиции греховного сеяния. Можно утомиться от греха, утомиться от пустых дел, от тех, которые не несут славу Богу. И чем больше я инвестирую в плохое, тем больше я пожинаю этих ужасных плодов, которые, как яд, убивают мою жизнь, которые сосут из меня радость и смысл, и цель. Они производят гниение и смердят, а долгое сидение дома только усугубляет это обстоятельство. Но, дорогие мои, даже уныние и печаль это может быть особое проявление Божьей заботы о тебе сейчас. Потому что Бог нам не дает пожать все, что мы посеяли. Он позволяет нам прикоснуться к этому ужасным плодам, чтобы мы увидели и поняли, что же мы сеем вообще. И мы поняли, что Бог не отворачивается от нас, а пытается вразумить нас, старается помочь нам увидеть себя, чтобы мы смирились, чтобы мы услышали его наставление, чтобы мы вернулись на правильные пути, чтобы мы начали сеять разумное, доброе, вечное, инвестировать в Царство Божие, посвящать себя Христу его миссии. Но вот сейчас кто-то смотрит эту трансляцию, слушает проповедь и говорит сам себе, пастор, ну я все равно реально утомился, устал от этого коронавируса и пандемии, устал делать добро, я пытался жить по духу, но это так тяжело, я пытался культивировать плод Духа Святого, но это так трудно, я выщевал другого человека, другого верующего всю неделю и безрезультатно ни покаяния, никаких изменений, и это приводит нас к второму пункту проповеди, к ободрению, будьте готовы делать долгосрочные инвестиции, духовные инвестиции. Итак, ободрение, стих 9, не опускайте руки, делая добро, да не унываем, говорит апостол, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Он показал только, что этот универсальный закон сияния и жадны, применимый ко всем сферам жизни, но он также пишет ибо об опасности и дает соответствующее ободрение. Оказывается, можно начать унывать, делая добро, но не из-за добра, не из-за делания добра, а из-за чего-то другого. Из-за чего же мы можем унывать? Не добро виновата здесь, что-то другое. Представьте себе фермера и его поле. Он засадил его, он понимает, что нужно делать, он подготовил почву, посеял семена, вырвал сорняки, положил удобрение, поливает это поле. Он желает получить урожай. Ему никак нельзя сдаваться, никак нельзя останавливаться на полпути, ему нельзя отойти в сторону из-за трудностей. Независимо от долгого рабочего дня, от этого ужасного солцемпёка, от этого холодного, дождливого, может быть, процесса или холодного дождя, он все равно должен продолжать работать, если хочет получить урожай. И все же, несмотря на это, может быть, тяжелейший, ну, просто, несмотря на этот тяжелый труд, у фермера нет гарантии, что он пожнет то, что посеял. Но в отличие от фермера, у Христова труженика, когда он сеет Божие, есть гарантия. Бог обещает жатву тем, кто не прекращает творить его волю. Бог обещает жатву тем, которые продолжают творить добро. Смотрите, «Ибо в свое время пожнем», говорит апостол. В сущности, Павел дает нам здесь важное применение этого отрывка. Вот оно. Только стойкость, терпение, выносливость, твердость, твердость позволит нам увидеть жатву. Павел говорит, что мы пожнем в свое время, если не слабим, если у нас не закончится бензин, если мы не опустим руки, если мы не упадем духом, если мы не остановимся. Он ясно говорит здесь об общем призвании христиан творить добро и инвестировать в то, что верно и правильно в очах Божьих. В контексте шестой главы особый акцент сделан на духовную заботу и упечение о тех, кто нуждается. Но он так же честно, апостол так же честно здесь пишет о реальности опасности, усталости или уныния в совершении добра. Причем глагол унываем, он буквально означает изнашиваться, уступать злу, утрачивать смелость или превращаться в труса, вести себя плохо. Дорогие мои, это вполне нормально уставать на служении Христу. Ненормально уставать от служения Христу. Мы люди, у нас не бесконечная батарейка в конце концов, но мы не можем устать от служения Христу. Потому что, когда случается вот это ужасное дело, ужасное событие или обстоятельства, или настроение, то мы переставим быть радостными слугами Господа. Труд любви, дела любви становятся для нас бременем, тягостью. И вместо того, чтобы помогать людям, мы начинаем причинять им боль, раздражаться на них, даже роптать на Господа. Когда мы начинаем уставать творить добро, мы уподобляемся древним израильтянам, древним израильтянам, о которых говорит пророк Малахия, если вы откроете Малахию, первая глава, стих 13, они, говоря о служении Господу, знаете, что говорили? Вот сколько труда! Или буквально какое бремя! Вот как древние израильтяне говорили о служении Богу. Хотя Иисус сказал, бремя мое легко. Апостол желает, чтобы мы знали, что когда мы инвестируем в дух, но долго не видим результата, долго не видим плода, не получаем ожидаемого урожая, нам не нужно опускать руки и унывать, нам следует надеяться не на себя, не на свои силы, нам следует помнить о верности Божией, урожай будет точно. Друзья, уныние вполне реально, но уныние греховно, и оно мешает нам увидеть урожай, оно мешает нам пожать нашу жатву, если мы приведем свое внимание со Христа на кого-то или на что-то, то мы обречены на то, чтобы поддаться усталости и унынию, мы просто начнем инвестировать не в дух, а в плоть, наше служение станет не продуктом благодарности за спасение и откликом на Божию любовь, которую мы испытываем, а квестом, квестом за принятием и признанием со стороны людей, это значит, мы близки к отчаянию, у нас начнется развиваться усталость, ума, равнодушие, сердце, произойдет потеря вдохновения и ревности, мы начнем уставать от благочестивых дел, как бы это не звучало парадоксально, служение станет скучным, безжизненным, рутинным, в конечном итоге бесплодным, вскоре мы начнем критиковать и обижаться, искать виноватых, подобно старшему брату в этой притче про блудного сына, мы можем работать на поле ради отца, иметь внешнюю верность отцу, но в действительности не находить радость в служении, и да, мы подаемся искушению, когда мы помогаем людям, и ничего у них не меняется, более того, они ноют, ропщат, жалуются, и у нас есть искушение остановиться, потому что мы перевели фокус со Христа, ради которого мы делаем, ради чьей славы мы совершаем этот труд и помощь на людей, мы начинаем ждать от людей принятия, признания, поддержки, одобрения, и мы подаем жалость к себе, подаем в отчаяние, и да, мы начинаем думать, что у нас вообще нет времени на добрые дела, у меня столько других дел, я не могу ничего забрать от своих задач привычных, от своих обязанностей, у меня вообще нет времени, тогда не останется времени на отдых, на какие-то мои дела, на досуг, в конце концов, это берет время у моей семьи, в конце концов, это порой так некомфортно и неудобно инвестировать в дух, помогая людям, но вне зависимости от обстоятельств и настроений, Саид Павла достаточно ясен и прост, смотрите, давайте не будем уставать от добра, от правильных вещей, продолжайте помогать, продолжайте служить, продолжайте любить, продолжайте совершать труд Господень, жатва точно будет. По сути, он говорит им, двигайтесь вперед, лучшее еще впереди, жатва зреет. Вспомните Иисуса, в послании к евреям сказано такое важное слово для нас, я прочитаю в международном переводе, который чуть более понятен, чем наш синодальный, Евреям 12 глава, Евреям 12 глава, первые два стиха, и так нас окружает целое облако свидетелей, поэтому давайте сбросим в себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию, будем неотрывно смотреть на Иисуса, от начала до конца наша вера зависит от Него, Он ради предстоящей радости претерпел крестную смерть, пренебрегший позор, и сейчас идит по правую сторону от Божьего престола. Смотрите, у нас пример Иисуса здесь есть, тот, кто не сдался, тот, кто смотрел вперед, а не просто на текущее обстоятельство, нам нужно сфокусировать все внимание на Нем, потому что Он не только пример для нас, Он является и наша цель, к которой мы бежим, Он также является и нашей силой, на которую мы полагаемся, мы должны взирать и надеяться только на Него, только тогда наши руки не опустятся. Впереди нас ждет Иисус, ждет награда от Него, ждет жатва. Знаете, в свои школьные годы я часто участвовал в лыжных гонках. Когда бежишь, то не обращаешь внимания ни на что вокруг, только на лыжню, только на гонку. Помню, когда как-то один раз мои товарищи школьные оказались в том бару, где я проходил соревнования, и мне мальчишке захотелось, конечно, впечатлить, какие я знаю особые действия и движения на лыжах. И я стал их показывать. В действительности, я еще плохо владел всеми этими вещами, поэтому моя скорость упала, и я не попал в число победителей. Да, когда ты смотришь в ненужном направлении, когда ты смотришь в неправильном направлении, когда ты смотришь по сторонам, то ты точно будешь сбиваться, терять драгоценное время, даже можешь упасть на бочину и проиграть гонку. Ты также не можешь опираться на свои прежние победы. Ты бежишь в новую гонку, поэтому беги, чтобы победить. Я еще вынес важную уроку из тех соревнований школьные годы. Гонка засчитывается только тогда, когда ты приходишь до финиша. Никто никогда не выигрывал приз за быстрый старт. А это говорит о важном качестве для бегуна. Стойкость, выносливость. Павел знал об опасности изнемождения, особенно в том, что касается делания добра, инвестирования в то, что желает Господь. Павел знал, что можно уставать душой и телом, особенно когда мы отдаем свои сердца, свои жизни, людям вокруг нас, но не видим никакого результата. Но когда мы ходим в Духе Святом, то мы приносим плод Духа Святого. И один из драгоценных плодов Духа – это продолжать делать то, что правильно. Другой же плод – это пребывать в Божьем, не отступать ни при каких обстоятельствах. Это не продукт нашей силы, дорогие мои. Выносливость – это не продукт нашей силы, это действие Божьей благодати, это благодать для обессиленных. Это нормально признать себя обессиленным, слабым, нуждающимся, и возопить, как сказал апостол, когда я немощен, тогда я силен. Мы призваны передать Евангелие нашему поколению. Мы вкладываем туда свои силы, жизни, молитвы, ресурсы. Мы посвящаем себя всех, всего для Божьего дела. Но такое служение начнет разрушать и удручать, если мы будем полагаться на свои силы. Мы точно потерпим неудачу и поражение, но мы не устанем душой, когда будем совершать добро Божьей силой, как продукт плода Духа Святого. Ведь Дух Святой это еще Дух терпения, выносливости, стойкости, настойчивости. И вот мы готовы с вами услышать финальное наставление апостола. Это стих 10. Творите добро дальше, говорит апостол. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. Я должен сказать, что это очень богатый текст. И когда я готовился, я понял, что надо говорить несколько проповедей на него. И кажется, даже раньше я говорил уже одну. И это еще точно не финал. Мы еще вернемся к этому тексту. Но сейчас апостол Павел говорит нам продолжайте творить добро, продолжайте сесть в дух. Причем здесь апостол Павел даже эти слова относится к себе. Будем делать добро всем. Он не исключает себя из этого призыва. Будем трудиться дальше. Дорогие мои, добротворение это наше привилегия. Это наше призвание. Это твое призвание и твое благословение, брат мой или сестра. если вы будете напоминать себе, откуда Господь вас извлек, как мы сегодня пели про Божию благодать, и как высоко Он поднял вас, назвав Своим сыном или дочерью, как много Он даровал вам наследие Христово ваше, то мы станем воспринимать служение Богу как честь, как радость. Благодарная душа не может утомиться, любящее сердце не может успокоиться. Кроме того, Писание говорит нам, что добрые дела – это проявление нашей новой природы. Это природа наша новая. Смотрите, как говорит апостол Павел в послании к Эфессиям, глава 2, стих 10. «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вообще, слово «творение», его еще можно перевести как «произведение искусства». Подумай только, Бог во Христе родил тебя, извоял тебя, сделал тебя таким, что ты не можешь не творить добро, ты ходячая фабрика добра для того, чтобы Бог получал славу, для того, чтобы показать красоту и силу Евангелия. Нам никак, дорогие мои, нельзя податься искушению нашей плоти, устать в совершении добра или опустить руки и сдаться. Мне очень понравилась поэма Кента Кита. Я ее перевел как в любом случае. Это из его работы «Парадоксальные заповеди». Частично, кстати, мать Тереза поместила это на своем приюте. Это его работа «Кент Кит». Вот что он написал. Люди неразумны, нелогичны и эгоистичны, но вы все равно их любите. Если ты делаешь добро, люди обвинят тебя в эгоистичных скрытых мотивах, но все равно твори добро. Если ты добьешься успеха, ты обретешь ложных друзей и истинных врагов, но все равно добивайся успеха. Честность и откровенность делают тебя уязвимым, но все равно будь честным и откровенным. Добро, которое вы сделаете сегодня, завтра будет забыто, но все равно делай добро. Самые большие люди самыми большими идеями могут быть подбиты самыми маленькими людьми, самым маленьким желанием развития. Все равно мечтай о большом. Люди предпочитают неудачников, но следуют только за вожаками. Все равно борись за неудачников. То, что вы строили годами, может быть уничтожено за ночь. Все равно строй. Дайте миру лучшее, что у вас есть, и ты получишь по зубам. Все равно отдавай лучшее. Другими словами, давайте не будем уставать от добра. Когда мы творим добро, мы в сущности проявляем нашу природу и подражаем нашему спасителю. Мы идем по его стопам, стопам нашего учителя. Евангелие Слука в 10 главе Деяний апостолов, то, что мы сейчас изучаем, пишет об Иисусе следующее в стихе 38, что Иисус ходил благотворя, творя добрые дела. Он устрелял больных, хромых, слепых, глухих. Он проявлял заботу и любовь к отверженным, прокаженным, блудницам, мытарям. И, вероятно, сегодня, может быть, подходящий будет эквивалент люди, больные спидом, например. Он находил время для вдов, сирот и детей. Он урещал бедных и слабых людей. Он кормил голодных. Он дружил с одинокими и изгоями. Он мог остановиться на своем славном пути и просто пойти к неприметному человеку, чтобы ему послужить, будучи окруженным топами людей. Он не только сострадал этим топом, но и учил их. Каждый раз, когда мы творим добро, мы, христиане, просто следуем поступам нашего учителя. Мы с вами инвестируем в дух. По причине того, что в нас живет дух Христа, дух святой, мы можем жить так, мы призваны жить так. Иисус сегодня желает жить так через нас в этом мире, чтобы плод духа проявлялся, любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. В чем так нуждаются окружающие нас люди? Причем, посмотрите, пожалуйста, апостол говорит здесь фразу «да коли есть время». Слово время – это древнегреческое слово «кайрос», хорошо известное тем, которое давно в церкви. Кракосрочный период, благоприятный момент, подходящая возможность. Не нужно его никак упускать. Активно инвестировать, вкладывать в царство Божие, доколе есть время. Оно не продлится бесконечно. Если ваш ребенок сегодня живет с вами, инвестируйте. Пока у вас есть сила, инвестируйте в дух. Пока у вас есть возможность, творите добро. Это слово для всех уставших. Вспомните о жатве и творите добро. Вспомните о жатве и сеете в дух. Покуда вы живы, творите добро во имя Христа. Пока вы здесь, ищите благо ближним. Пока вы здесь, выбирайте сеять в дух, а не сеять плоть. Не сдавайтесь, не отчаивайтесь. Вы утомлены отсутствием результата воспитания детей, в ваших семейных отношениях, в поиске работы. Доколе есть время, творите добро. Творите правильные вещи. Всякая неудача не является окончательным поражением. Вы благовествовали, но никто не отреагировал, никто не уверовал. Еще не вечер, ни для вас, ни для них. Кто знает, может быть, ваше семя маленькое совсем, но это еще одна ступенька на пути обращения этого человека, и, может быть, через десять лет другой человек будет беседовать с ним, и он уверует. Брат мой, сестра моя, не уставайте, не опускайте руки, взирайте на Иисуса, молитесь, не прекращайте молиться, инвестируйте. Однажды Иисус скажет, хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего, и даст нам венец победителя. Павел говорит нам истину, простую истину, не уставай, делай добро, не расстраивайся, когда не видишь плодов своего доброго дела, жатва точно созреет, наступит богатый урожай, все Божие точно даст прекрасный урожай, даст. Мы призваны творить добро, даже когда нас не замечают, даже когда нам не хочется, даже когда мы огорчены, мы имеем привилегию не идти на поводу плоти и обстоятельств, но всегда и всем делать добро, потому что Бог верен и жатва точно наступит. Все это начинается с церкви. Вот почему дом Божий это дом любви, который потом и течет по улицам наших городов через нас. Служа Господу, всегда помни, что не нужно сдаваться. То есть для Господа не нужно ослабевать, не нужно уменьшать свои усилия, в стороне Господа никогда не нужно опускать руки. Знаете, готовясь к этой проповеди, я прочитал интересное исследование про продавцов. У нас много здесь продавцов в собрании, и поэтому я думаю, что для вас это тоже будет интересная статистика. Так вот, интересное исследование. 48% продавцов прекратили попытки после первого отказа. 25% позвонили во второй раз. Только 15% совершили, или, можно сказать, позвонили третий раз. и потом уже вычеркнули этот номер телефона. Оставшиеся 12 не сдались и принесли своим организациям 80% прибыли. Служение Богу важнее, чем эти горячие или холодные звонки. Никогда не сдавайтесь. Но если вы сдались, если вы сейчас служите да пробуете, внутри себя вы понимаете, что вы сдались, то знайте, Иисус не сдался. Он пошел на крест ради вас. Он искупил вас. Он даровал вам Духа. Он сегодня с вами в вашей комнате. Он молится и ходатайствует за вас перед своим Отцом там на небесах. Он сегодня в Духе Святом находится там, где вы находитесь. Он не сдался, хотя у него были все основания. Он не отступил. Он не прекратит свою работу по вашему преображению, изменению, по труду через вас и вас. Он не сдастся, даже если вы опустили руки. Даже если ваш Дух совсем ослаб. Он не утомляется, Он не сдается, Он не останавливается, Он не отступит до тех пор, мы не пожнем богатый урожай. Он с нами рядом. Самая трудная повседневная жизнь это то, что она такая повседневная. Давайте честно признаемся. Не так трудно стать спринтером. На бегуну на длинные дистанции потребуется много труда и подготовки. Если ты хочешь выиграть гонку, гонку жизни, то тебе нужно продолжать в том же духе, как ты начал. Тебе нужно стать стайером, бегуном на длинные дистанции, а не спринтером. Тебе нужно иметь выносливость, развивать ее. Тебе не нужно опускать руки. Тебе нужно продолжать инвестировать в дух, помня, что самое лучшее еще впереди. Бог обещает это. Я помню, как однажды мы ужинали в гостях у моей бабушки. Еда была просто вкуснейшая. Ну, я думаю, что вы знаете, как бабушки умеют готовить. мы настолько накушались, что испытывали довольство. И тут неожиданно бабушка, которая уже начала собирать посуду, говорит, а вилки оставьте при себе. И вот буквально через несколько минут на нашем столе оказался невероятно вкуснейший торт. Я до сих пор помню его вкус. Бабушка нам сказала тогда, мы спросили у нее, зачем нам оставить вилки? Она сказала, внуки, лучшее еще впереди. И сегодня Бог шепчет тебе, лучшее еще впереди. Не отчаивайся, не сдавайся, не опускай руки, потому что Иисус с тобой, потому что лучшее воистину еще впереди у тех, которые сеют в дух. Давайте помолимся в заключение. Отец милосердный, благодарность тебе за то, что ты дал нам такую невероятную благодать, такую привилегию пожать удивительные плоды здесь, на этой земле, когда мы творим доброе, когда мы сеем разумное и вечное, когда мы сеем в дух. Мы можем пожать уже здесь на земле и в небесах еще больше. Господи, благодарность за эту привилегию. И то же самое время мы хотим просить у тебя, ты знаешь, каждого из нас, ты сердцеведец, и ты знаешь, кому из нас нужно исповедоваться тебе сегодня, попросить у тебя прощения за то, что сеял в дух, за то, что инвестировал свою жизнь, свои ресурсы, свои силы в то, что не славит тебе, а только тешит нашу греховную плоть. Господи, укрепи тех, которые сегодня испытывают печаль от того, что они поняли, что они много понасеяли ложного, плохого, и принеси им, Господь, поддержку. Даруй им, Господь, раскаяние и радость прощения. Но я также молюсь тебе, Господь, за всех нас, что мы, сея в дух, не унывали, не останавливались, не отчаивались. Помоги, Господь, нам взирать на тебя, Иисус, видеть тебя славного, помоги нам опираться на твою силу, Господи, благослови каждого сейчас и утешь каждое сердце, укрепи каждую душу и даруй нам благодать и пожать, Господи, богатый, обильный урожай с прекрасными плодами ради славы твоей в наших семьях, у нас на работе, в наших офисах, в нашем городе, в нашей жизни. В руку твою предаемся, Господь, и мы знаем, что самое лучшее решение, когда мы чувствуем, что мы стоим душой бежать к тебе и продолжить сеять в дух. Пусть твоим будет прославлено и возвеличено еще больше, Господи, в период этой пандемии в наших домах, в нашем городе, у нас на работе, где бы мы ни были, пусть слава будет тебе одному, и да пожнем мы богатый урожай. Во имя Отца и Сына, и Духа Святого. Аминь. 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 Аминь.